Всем здравствуйте! Сегодня 6 января, сочельник, и уже совсем скоро наступит по-настоящему светлый и волшебный праздник Рождества Христова. И мне от всей души и от всего сердца хочется пожелать вам всего самого наилучшего, света и любви, добра и тепла вашим семьям, чтобы ангел-хранитель оберегал вас от всех бед и невзгод. И в душе воцарятся вера и тепло со светлым праздником Рождества. А чтобы еще лучше ощутить праздник, я предлагаю испечь что-то очень вкусное и ароматное к чаю, как апельсиновый кекс. Очень простое в исполнении, но очень вкусная и ароматная выпечка, которая порадует вас и ваших близких за рождественским чаепитием. Итак, для приготовления нашего кекса нам понадобится 4 яйца, 100 граммов сливочного масла. Я предварительно его растопила на водяной бане. Один пакетик ванильного сахара, у меня с натуральной ванилью. Два стакана муки. Один пакетик разрыхлителя. Три четверти стакана сахара. А также нам понадобятся апельсины. Две штуки, у меня достаточно крупные. Нам понадобится предварительно снять с них цедру и выжать сок. Итак, начинаем приготовление кекса. Я выжила у полутора апельсинов сок. У меня получилось чуть больше полустакана. Недостающий объем я доливаю молоком. В подходящей емкости взбиваем яйца с сахаром до полного растворения сахара и появления некрепкой пены. Далее к смеси добавляем цедру одного апельсина. В моем случае я кладу половинку цедры. Далее сок с молоком. Выливаю растопленное сливочное масло и высыпаю в ванильный сахар. И все тщательно перемешиваю венчиком. Затем соединяю разрыхлитель с мукой. Все это просеиваю в нашу емкость и размешиваю до однородности. Тесто получается по консистенции немного тягучим, но достаточно легко льется. Далее выливаю готовое тесто в форму, слегка смазанную маслом и выпекаю при температуре 180-200 градусов Цельсия 40-45 минут. Как только отправили кекс в духовку, приступаем к приготовлению глазури. Нам понадобится для глазури полстакана воды, 3 столовые ложки сахара и оставшаяся цедра апельсина. Ставим все это на огонь, доводим до кипения и даем нашей смеси слегка кипеть, не забывая иногда помешивать. Цедра должна стать частично прозрачной, а сироп становится плотный. Можно варить глазурь до плотности меда, но я варю меньше и этого вполне достаточно. Как только кекс готов, достаем его из духовки и сразу же поливаем глазурью. Аккуратно ее распределяем по поверхности кекса. Даем ему настояться, немного остыть и можно наслаждаться. Вот такой вот кекс у нас получился. К сожалению, камера не передает аромат, а аромат просто восхитительный, апельсиновый. Если вы любите специи, то можно добавить по желанию, конечно же, корицу, гвоздику, кардамон. Очень мягкий, нежный кекс, который порадует вас и ваших любимых. Такой замечательный праздник, как Рождество. А на этом сегодня все. Желаю вам приятного домашнего рождественского чайпития. Всем приятного аппетита и до скорых встреч.